Макияж, прическа, маникюр. И все это в перепынках в праце. На передний 8-го соковика для работниц молочно-товарной фирмы господарки Насовича Добружского района организовали выездный салон при Гожосте. За святочным перетворением назирала Ганна Коральчук. При Гожосте працы идут побачь. Вырешили активистки Белорусского союза Жанчин и придумали адмысловую акцию для сельских працевниц. Одразу после ранней дойки 20 жиловодов фермы ввез с Антоновка запросили в Дом культуры. Там их сустрела команда парикмахеров, визажистов и майстров по маникюр из областного центра. За некольких годин они придумали и створили новые вобразы для каждой Жанчины. Героини незвычайного бьюти-проекта с цикавостью разглядали себе в люстерку, робили фотографии и говорили одна-одной комплименты. Нравится все так, знаете, стилисты поработали. Очень интересно. Во-первых, это же редко бывает, когда мы выбираемся куда-нибудь. Очень редко куда-то. В основном, ты же только работаешь и работаешь. Очень непривычно. Во-первых, я же практически никогда и не красишься. Это когда только уже выйдешь куда-то, глаза накрасишь, и все, ресницы. Никогда не красили, не делали, но сами красились. Но перед первым сентябром муж и дети, и мама увидит. Очень красиво ее. Преобразилась, помолодела. Хорошая мастера, хорошо сделала. Да, мне очень понравилось. Конечно, хотелось бы, чтобы постоянно это было, на каждые праздники. Завершил в образ легкий водор французских духов. В таком выгляде хоть на баль, однако после обеда их чекает праца. Женщины жартуют, что в вечере дома их не познают мужи и дети. Для тех, кто працует в офисах, выглядеть с иголочки – это штатенность. А тех, кто працует с живелыми, прическу робят только по святах. Некоторые женщины на эту першню сделали маникюр у мастера. И увидели свой тварь с вечерним макияжем. Нечеканное свято стало для их сопроводным сюрпризом. Проект Белорусского союза женщин поддерживал и профессиональный союз работников агропромислового комплекса. Прибранных и пригожих работниц запросили на святочный концерт. Со сцены они отримали первые веншавания и подарки до международного женочного дня. Среди, кроме других, наборы косметики. Труд на селе, он вообще тяжелый. Преимущественно женский. Мы хотим подарить им радость, счастье. И отдать дань уважения вот этим людям, у которых такой тяжелый труд. Которые встают там ни свет ни заря. И ложатся поздно, а дома еще свое хозяйство. Хотим поддержать женщин. Мы приготовили им подарки. Ну и, конечно же, какой можно подарок сделать женщинам? Это в первую очередь косметика. И в первую очередь это крем для рук. Потому что руки у них натруженные. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомельс» Добрушцкого района.